Ясная поляна Вот это такое место, в котором обязательно должен побывать каждый русский человек, потому что без книг, начиная с самого маленького возраста и заканчивая большими романами серьезными, Толстого, наше поколение, по крайней мере, не жило, это точно. Вот говорят, это место силы. Каждый человек здесь должен побывать, хотя бы для того, чтобы понять, что на самом деле для жизни нужно не так много. Не надо этого куртуозного манеризма, барокко, у нас гнутые ножки, у нас позолоченное что-то, у нас золотой унитаз, ничего этого не надо. Есть стул, на котором сидят, стол, за которым пишут или едят, и кровать, на которой ты спишь. Здесь ничего лишнего в Ясной поляне нет. Особенно я люблю комнату Софьи Андреевны Толстой, потому что это уникальная женщина, удивительная. Разнообразная, талантливая, очень много умела делать, она все умела делать. Вот лежит покрывало, это она сделала, подушка, это она. Но я не говорю про то, что она километрами переписывала произведение Льва Николаевича Толстого, а кроме всего прочего, она родила 12 детей. Вы представляете, что это такое? У них было большое горе, когда они лишились одного любимого своего ребенка. Это тоже надо было пережить. Но для всего этого не нужно было ничего лишнего. Самое главное, что происходит в душе. Я приезжала сюда с программой Марины Цветаевой, в Ахматовой. Потом я приезжала в штат Мандельштама. Меня поразило, что из Тулы приезжают люди, из каких-то близлежащих городков или поселков. Зрители замечательные здесь, подготовленные, внимательные, чуткие, тонкие. Я очень рада, что мой сын свою гастрольную деятельность в России после пяти лет перерыва начал именно с Ясной Поля. Я умею любить, умею покорной и нежной быть, умею заглядывать в очи с улыбкой, манящей призывной и зыбкой. И гибкий мой стан так воздушно строим, И нежит кудрей аромат. О, тот, кто со мной, тот душой неспокоен. Аня Горенко, 17 лет, будущая Анна Ахматова. Мое понимание, какие должны быть отношения между мужчиной и женщиной, в семье, между родителями и детьми. И все литература, русская литература. Вам 14 лет или 15, вы влюблены насмерть. Как вы разговариваете? Вы ориентируетесь на то, что вы читали. Верно же? Ведь я вас любил, любовь еще, быть может, читали все. И написано Пушкиным о Лениной, с которой он ни разу не поцеловался. Ориентируетесь на то, что он ни разу не поцеловался даже. Я вас любил так искренно, так нежно. Как дай вам Бог, любимый быть другим. В альбом ей написано. Она очень сильно удивилась. Дело не в соприкосновении даже физическом, а в искре, которая рождается у поэта, когда вдруг ему кажется, как цвета, и вот Марина это делала, да, она придумывала людей. У нее же был колоссальный совершенно цикл стихи к Чехии, который она начала писать в 1938 году. О черная гора, затмившая весь свет, Пора, пора, пора Творцу вернуть билет, Отказываюсь быть в бедламени людей, Отказываюсь жить с волками площадей, Отказываюсь быть с акулами равнин, Отказываюсь плыть вниз по течению спин. Не надо мне ни дыр, ушных, ни вещих глаз, Отказываюсь на твой безумный мир, Ответ это отказ. Это вся Чехия. Чехия, где была Марина Цветаева, конечно. Там есть человек, с которым мы дружим. Она не разрешает назвать себя по имени-отчеству. Галя Ванечкова, жизнь посвятившая Марине Цветаевой, Она знает каждую минуту пребывания ее в Чехии. Мы приехали в Иловиште. Водитель Галя Ванечкова, мой сын и я. Дом, где жила Цветаева, глиняный дом, брошенный. Перед ним трава, вытоптанная тропинка, Такая желтая, напоминает отчасти Даже московский дворик Поленова. Я ступила на эту тропинку, И вдруг у меня началась страшная истерика. Вообще-то со мной бывает крайне редко. Галя мне вытерла слезы и говорит, Вот здесь Марина узнала впервые, Что у нее будет сын долгожданный. Конечно, я чувствую Марину, там, где она была. Вот это я чувствую ближе всего. Это я чувствую горячее всего. Тут есть две самые главные для меня темы. Это одиночество. Я знаю, что такое одиночество. Теперь уже знаю. Где ты его мог? Человек Никакая не запятая. Потому что, когда я смотрю Большие еврейские глаза мадам Розин, То понимаю, что она никакая не сбитая. Она, скорее всего, и есть. Вся книга жизни целиком. И мне от нее Никуда не терзется. Почему мечтала о роли мадам Розы? Какая-то тайная сила, Как писала Мария Сергеевна Петрова, В одиночестве есть. Тайная сила. Это правда. Мне хотелось об этом сказать. Потом, Обязательная любви. Потому что любовь определяет вообще Смысл и главный стержень Человеческой жизни. Любовь, отношение к любви. Можно быть циником. Можно быть романтиком. На излете жизни. Она, оставшаяся совершенно одинокой, Прошедшая Освенцем, Работавшая проституткой, Живущая на какие-то гроши В этом страшном квартале бедном. И в то же время, Пройдя вот эти все страдания, Она собирает вокруг себя Непрекаянных людей. Таких же проституток, Трансвеститов, Детей проституток, Брошенных. Я? Я? Я тебе брала? Да, зачем вы сказали, Что мне 10 лет, Когда мне на самом деле 14? Я просто боялась, Что ты меня бросишь. Поэтому сделала тебя Чуточку меньше. На самом деле, Ты всегда был для меня Маленьким мужчиной. Больше я Никого так не любила. Три года ей отдали мальчика, Араба. Его зовут Махмуд. Мамо, Мамо его зовут, Мамо. А у нее детей не было. И связь между ними, Как между матерью и сыном, Это пуповина, Которая почти видна на сцене. Раньше у меня начинался день Отче нашей жизни на небесе. Когда мы репетировали, День начинался Шмайс, Руэл, Адейно, Эллоэйна, Адейно, Эхат, И Теборух, Шамквод. В России есть только одна артистка, Которая может сыграть еврейскую. И это Крючкова. Это сказала Кира Муратова. Это я вам просто точно говорю. Поэтому, ну, Такая у меня доля. Я родилась на юге, в Кишиневе. Кишинев находится меньше, Чем в трех часах издает Одесса. 180 километров. И мы туда ездили От маминой работы, от папиной работы. С пятницы до воскресенья. Каждую неделю. Вы не слушайте тех, Кто говорит, что Одесса уже не та. Ну, чего вы не говорите, Чтобы я голову подняла? Поднимите, пожалуйста. Пожалуйста. Она, конечно, не та. Но она все равно отличается От всех остальных городов мира. Одесса – это особый город. Это особые люди. Это тепло. Это доброта. Это юмор. Да, они громко говорят. Со всеми знакомыми, Со всеми незнакомыми. У меня с Сашем папой все. Что ты со всеми разговариваешь? Я говорю, оставь меня ради бога. У нас на юге так все разговаривают со всеми. Добрейшего мудричка, Вима. И вам доброго. А где у нас случилось? Пара незаметных пустяков. Вам что-то захотелось, мадам Шмуклис? Немножечко, щепотку соли. Эмик, такое счастье, надыбал голосика. Скажите, пожалуйста, два больших расстройства, надыбал голосика. Так и да. Целого. Или одни плавнички. Виляет хвостом, как с кожены. Так надо жарить. При такой густой жаре, голосик долго не выдержит. А я за что? Так я имею кухню, пачку соли помолю ведро. А что, если помою, посолить, они будут лучше пахнуть? Когда смотрим фильм, я уже просто смотрю, как на какой-то период своей жизни. Я смотрю и вспоминаю, а что было в то время. А где мы жили. А с кем мы общались. А куда мы ездили. А что вообще тогда происходило в жизни каждого из нас. Вот так вот мы смотрим. Как часть биографии своей. Я очень часто цитирую, и нет уже свидетелей событий, и не с кем плакать, не с кем вспоминать. Потому что теперь это касается меня. Дожила, дострадалась, до потерялась. Понимаете? Вот Андрей Юрьевич Хоржановский своим приглашением на малюсенькое пребывание в кадре но все-таки в образе Анны Ахматовой дал мне понятие. Я первый раз задумывалась, а может быть, я могу читать Ахматова уже? Может быть, я уже дозрела. А потом Дмитрий Львович Томашпольский, когда позвонил, и сказал, Светлана Николаевна, хочу вас пригласить на роль Ахматовой. Первое, что я сказала, нет, 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 ради бога, нет. Я не хочу, я не могу видеть артистов, которые играют гениальных людей. Он говорит, нет, подождите, вы будете играть актрису, которая играет, как бы, за Ахматовым. Меня, как реку, суровая эпоха повернула. Мне подменили жизнь в другое русло. Мимо другого потекла она, и я своих не знаю берегов. О, как я много зрелищ пропустила, И занавес вздымался без меня, И так же падал, Сколько я друзей Своих ни разу в жизни не встречала. И сколько очертаний городов Из глаз моих могли бы вызвать слезы, А я один на свете город знаю, И ощупью его во сне найду. Есть же еще то, о чем и Марина говорила, Святая, Воображение и интуиция. Почему вдруг открывается что-то, мы не знаем. Ну вот открылась. Я слушала, конечно, много, как она читает, А мне нужно было читать ее стихи в кадре, А мне нужно было ходить, как она. Она была такого же веса, как я, Такого же объема. Ахматова любила лежать, У нее очень много фотографий, Где она лежит даже в молодости, Потому что сначала туберкулез, Потом сердце. Она неспешно жила. Неспешно. Понимаете? Не суетливо, не торопливо. И в этом смысле, конечно, я училась у нее этому. У меня начало болеть все то, Что болело у нее, сердце. Там много было мистики в этой роли, Говорящей о том, что мы идем верным путем. Ахматова в конце жизни очень часто сидела Около своей будки, Так она называла свою дачу писательскую, Зажигали ей костер. И вот она сидела, Пока не догорит последний уголек. Что она там видела, кто ее знает, да? В нашем фильме к ней приходит Гамилев. Ты звала меня? Молодой, конечно же, в 21-м году расстрелян. Она уже совсем старая. На излете жизни своей. И мы должны были снимать на улице. Я сижу в трейлере, Вдруг убегает режиссер, весь расстроенный. Говорит, мы не можем снимать, до дождя идет. Я говорю, а может, так и лучше, что дождь пошел. Ну, пусть он идет. Он говорит, а как вы будете сидеть? Я говорю, поверь, высижу. Вот высижу. И мы снимали до самого утра. И это было прекрасно. Помнишь нашу первую встречу? Сочельник Царском. Я с подругой вышла покупать елочное украшение. И мы встретили тебя с братом в гостином дворе. Но я видел тебя раньше. Зеленоглазую, черноволосую, чуть диковатую девочку. Я не знал твоего имени. Я не знал, как тебя зовут. Я окрестил тебя русалкой. Хотя ты больше была похожа на лунную деву. Вся наша группа абсолютно. Все, вот дольщик, который возит тележку. И тот знал Ахматова, слушал Ахматова. Понимаете? А я после этой картины позвонил Диме и говорю, Дима, у нас часть не вошла в картину твоего сценария. Позволь мне, я сделаю большую программу по Ахматовой. Он говорит, ради бога. И вот с того года, это 2007 год, я читаю Ахматову. В 90-е годы именно я всегда читала на кухне своим друзьям стихи. Век Сергея говорил, Света, оставь людей в покое. Может быть, они не хотят слышать Ахматова. Я говорю, как это? Не хотят слышать Ахматова. Обязательно послушат. Я должна почитать. А мы живем торжественно и трудно И чтим обряды наших горьких встреч, Когда с налету ветер безрассудный Чуть начатое обрывает речь. И ни на что не променяем пышный Гранитный город славы и беды, Широких рек сияющей льды, Бессолнечные мрачные сады, И голос музы еле слышен. Вообще мы отличаемся друг от друга только выбором. Магазин у нас один и тот же, как бы там продается одно и то же. Вот оно тут разложено на столе. Дальше этого стола ничего нет. Но только я беру это, это и это. И вот для себя. А вы берете совершенно другие компоненты. И получаетесь другим человеком. Давно еще, когда я училась в школе-студии МХАТ, Самойл пришел на наш вечер. Были Тарковский, Коржавин. Все были в костюмах, как положено. В советское время. Коржавин, правда, был похож на игрушку такую. Его хотелось пожамкать прямо. Отчетчики круглые такие. Тарковский красавец такой он просто. А Давид Самойлович приехал с дачи, с деревни. Поэтому он был в сапогах и в свитере, как у Хемингуэя вязаный, крупная вязка такая. Он маленького роста. И поэтому был свитер и сразу сапоги. Смешной такой. И сказал, я маленький, горло в ангине. За окнами падает снег. И папа поет мне, как ныне, сбирается вещь олег. У меня упало сердце. Я поняла, что я влюблена на всю оставшуюся жизнь. Мне нравится Париж. Мне нравятся его улочки. Мне нравятся его кафе. Мне нравятся его люди. Он как Петербург в квартал без музея у нас не бывает. Или без исторического места. Мне кажется, Париж такой же. Я езжу в Париж достаточно много лет. Диаспора не такая большая. И люди, интересующиеся поэзией, их тоже не так много. Получается, такая уже группа определенная. Ты знаешь, кого ты встречаешь. Были люди, в которых я просто нуждалась. Мне надо было, чтобы они сидели. Вот в первом ряду слева всегда сидел замечательный художник Оскар Яковлевич Рабин. Вот уже два года как его нет. А я все равно глазами всегда проверяю первый ряд. А вдруг? Сегодняшний вечер посвящен столетию замечательного русского поэта Давида Самойлова. Мне выпало горе родиться в 20-м, в проклятом году и в столетии проклятом. 20-й век, 20-й год. Стихи писал с детства. Учился в Ифлейн-институт философии и литературы. С 1938 по 1941 год. В 1941 году, прервав образование, ушел добровольцем на войну. Был пулеметчиком. Имел ранения. Но воевал до Берлина, до победы. Еще из дневников. Сидел дома, писал стихи. Хочется очень немногого сидеть дома и писать стихи. Хочется мирного мира и счастливого счастья. Чтобы ничто не томило, чтобы хворалось нечасто. Хочется синего неба и зеленого леса. Хочется белого снега, ярко-желтого лета. Хочется, чтоб отвечало все своему назначению. Чтоб начиналось сначала. Вовремя шло к завершению. Хочется шуток и смеха. Где-нибудь в шумном скопище. Хочется и успеха. Но на хорошем поприще. Люди, которые живут в этом городе, они любят жизнь. Работа заканчивается в пять или в шесть. Они освобождаются. И тогда уже ищите их, пожалуйста, в кафе. Они любят общаться. Они любят говорить друг с другом. Вы заходите в кафе или в ресторан, и там стоит щебет. Весьма приятные, я бы сказала. Для меня Франция очень близка. Потому что здесь живет часть моей семьи. Здесь живет мой сын со своей женой. Мои внуки родились в Руане. И Антон, и Полина. Поэтому, конечно, Франция для меня очень родная страна. Но кроме того, что здесь была Марина Святаева, жила долго, 13 лет. Правда, не очень любила. Говорила, и тени мои не останутся во Франции. Таруса, Коктебель, Дочешские деревни. Вот места моей души. Россия или Франция. Люди везде изменились. И отношения людей между собой тоже изменились везде. Но вот на сегодняшнем вечере я убедилась лишний раз, что где бы человек ни жил, все-таки происходящее в его душе для него является главным. Он хочет это понять. Он хочет это назвать. Мы чувствуем, но мы просто люди. Мы не можем назвать то, что мы чувствуем. А поэт это называет. Поэтому мы так внимательно слушаем стихи. Субтитры создавал DimaTorzok